Итак, ребята, сегодня я вам расскажу историю, в которой ученик пришёл к учителю и задал ему, скажем так, необычный вопрос. Учитель, ты учишь людей, многие тебя могут обидеть, кто-то сказать плохое слово, кто-то задеть или ещё что-то сделать, но ты никогда не обижаешься на них, не принимаешь это на свой счёт, всегда относишься к ним хорошо. Как у тебя это получается? Учитель ему тогда сказал, вот смотри, принеси мне сейчас, пожалуйста, пакетик и яблоки. Учитель согласился и принёс пакетик и яблоки. Что дальше спросил ученик? Учитель сказал, каждый раз, когда ты будешь на кого-то обижаться, бери яблоко, пиши с одной стороны имя обидчика, ну, допустим, Ваня, Ваня, а с другой стороны пиши своё. И клади это яблоко в кулёчку. И что, это всё спросил ученик? Нет, сказал учитель. Делай так каждый раз. И носи этот пакет всегда и везде с собой. Ученик согласился, подумал, ну, что здесь такого сложного, хорошо, если это поможет, то я попробую. Прошло время и у ученика пополнялся пакетик. Один раз его обидела ученица, которая не далась писать. Сказала, что он плохо учится, сказала, что он не сдаст так ничего. Он написал своё имя, написал её имя, положил в пакетик и забыл за ней. Другой раз его обидела учительница, которая несправедливо поставила двойку. Ну, казалось бы, за что? Ещё один вилочко. И так каждый раз, каждую обиду он складывал по яблочку. Двина шла, и этих яблок становилось всё больше. Они уже стали не помещаться в пакет. Они были очень тяжёлыми. Их уже тяжело было носить с собой куда угодно. К тому же они начали гнить. Покрываться слизнявой жидкостью. И очень сильно воняли. Один раз ученик пришёл к учителю и спросил. «Учитель, скажи, что делать? Я уже не могу их с собой носить. Они воняют. Они очень тяжёлые. Может, посоветуй какой-то другой выход?» Учитель сказал. Сейчас я тебе продемонстрировала конкретную ситуацию, что происходит с твоим сердцем. Когда ты обижаешься, новая обида складывается в твоё сердце. И накапливается. Через годы у тебя будет огромный груз, который ты просто не сможешь с собой носить. Тем более оно будет отправлять тебя и твоё сердце. Самый лучший выход – это попросить у Бога прощения. Попросить прощения у человека. И с лёгкой душой избавляться от этих обид. И скоро у тебя будет станет сердце чистое и светлое. Как чистый и светлый пакетик. Желаю вам, чтобы ваше сердце всегда оставалось прозрачным и чистым. Чтобы вы просили у Бога прощения. Просили прощения у людей, как бы это сложно ни было. И всегда помнили, что Бог вам поможет.